Фактором позитивным является то, что я не нашел в бюджете ни одной строчки в пользу какого-либо из олигархов. Там нету строчки для Ахметова, для Коломойского, для Кот-Олигарха. А там и раньше так прямо адресно написалось? Нет, я говорю о том, что их нету даже завуалированных. Это очень важно, это очень системно. В этом бюджете предложено революционное снижение единого социального взноса. Это платежи, которые заставляли держать многие предприниматели зарплату в черном теле и платить все это в конвертах. Единый социальный взнос в этом году составлял 41% от фонда заработной платы. В проекте бюджета утверждено 22%. Это настоящая революция. Но самое главное другое. Смотрите, если гражданин получал зарплату 5000 гривен официально, то работодатель платил 41% социальный фонд. Это 2500 гривен. На сегодня работодатель может платить меньше 1250. И вот эта оставшаяся разница 1250 гривен он может потратить или на инвестиции, или повысить реальную заработную плату и доходы своего работника. Это революция. Этого не было никогда. Поэтому нужно говорить не только о плохом, надо говорить и о хорошем. Поэтому, еще раз, бюджет в целом сбалансирован. Он отвечает требованиям наших международных партнеров, международного валютного фонда. И я считаю, что это в целом бюджет прогрессивный. И в том же числе это бюджет оборудованной страны. Там предоставлено достаточно средств для того, чтобы развивать нашу армию и силовые структуры.